6 сентября мы стоим около администрации президента с требованием обмена, обмена всех на всех. Мы требуем свободы украинских узников, с тем, чтобы Кремль их отпустил, обменяв на тех, кто сидит в Украине, на россиян. 22 письма были переданы наймам администрации президента. Ответов, к сожалению, нет. Нам дают только отписки, поэтому мы продолжаем стоять. Я сейчас стою с Павловым Грибом. Ему 1 июля исполнилось 21 год. И он осужден за склонение к террористической деятельности на 6 лет. На 6 лет в колонии общего режима. Он страдает тяжелейшими хроническими заболеваниями, цирроз печени, портальная гипертензия. То есть фактически он может умереть в тюрьме. Мы уже 300 дней, граждане, люди разных профессий, стоим в бессрочном пикете в надежде, что Кремль нас услышит и ответит на шаги, которые неоднократно предпринимала Украина, на шаги по обмену всех на всех. Наши страны, как известно, находятся в состоянии войны, хотя это всячески замалчивается, отрицается, затаптывается. Но мы считаем своим долгом напоминать об этом ежедневно, ежечасно у администрации президента и в других точках Москвы и не только. Поэтому, граждане России, подписывайте петицию за обмен всех на всех. И помните, что наша страна является агрессором. И все граждане России, у которых есть совесть, должны ратовать за обмен заключенными, за освобождение Олега Сенцова, Владимира Балуха, Павла Гриба и десятков других украинцев, которые пойманы и брошены в темницу ни за что. Владимир Балух находится сейчас в самом сложном и самом тяжелом положении, потому что он провел 60 дней из 70, по-моему, которые всего находятся в колонии, в двери. 60 дней он провел в штрафном изоляторе, он начал голодовку, и мы не знаем, перестал ли он пить воду. Все это очень тревожно, очень болезненно, и мы думаем, что в 300-й день мы, я не могу сказать, отмечаем, потому что отмечать, к сожалению, нечего, мы бы с удовольствием отметили чье-то освобождение, но в 300-й день мы поддерживаем Валуха, особенно отдельно Валуху, как одного из наиболее страдающих сейчас.